всем привет с вами doodle sketch мы сегодня распаковываем июньскую акварельную коробочку watercower box с акварелью которая была посвящена защите природы мы ее делали совместно с фоном дикой природы часть средств уже ушла к этим ребятам в помощь тиграм куалам китам и всем тем животным с которыми они сейчас работают ну что же давайте откроем крышечку волшебной коробки акварельной посмотрим что же там было внутри первое что мы с вами видим это альбом для акварели арш 300 грамм здесь 12 листов фактура finn отличная бумага она профессиональная это стопроцентный хлопок с ней вы всегда можете быть уверены что у вас точно акварель будет вести себя так как она должна себя вести вот отличная бумага мы ее сегодня обязательно протестируем на чудесной ботанической иллюстрации в таком легком абстрактном стиле будет очень интересно так что обязательно оставайтесь будем смотреть как использовать эту бумагу на практике так как коробочка была посвящена природе что мы с вами будем вносить свой вклад в природное равновесие природную гармонию мы будем с вами сажать вот такую красивую декоративную траву она будет расти у нас на подоконнике у вас на подоконнике и у нас на подоконнике внутри вы найдете такую инструкцию можете подарить жизнь творчеству и помочь растить себе креатив потому что поверьте мы у себя в офисе уже взрастили несколько таких чудесных горшочков с травой и наблюдать за тем как она растет это сплошное удовольствие здесь небольшая инструкция все очень предельно ясно просто и понятно внутри вы найдете специально подготовленную землю специальный набор семян и в инструкции будет написано то как все это нужно использовать можем это пока сюда что у нас с вами дальше после того как мы разобрались с шуршащей бумажкой которая защищает всю вашу посылочку от того чтобы в ней ничего не куда не уезжала и все приехал в конце власти и сохранности мы с вами видим следующее карандаш бронзил дизайн графит графический графитовый карандаш пластик деревян мягкий удобный ластик мы с вами видим белую гелевую ручку можно использовать его акварельные иллюстрации белую гуашь или белую акварель принципе мы решили в этом месте положить белую гелевую ручку потому что она достаточно удобна для каких-то скетчей вот также для расстановки бликов или убирания каких-то небольших помарок которые у вас есть что мы видим дальше мы видим кисть синтетическую от рублев серии 1 с 15 номер 2 как мы и обещали никаких кистей из натурального ворса в этой коробочке не лежит все кисти специально подготовленная синтетика все белочки соболя и колонхе стали с целости и сохранности здесь мы видим кисть номер восемь это тоже рублев серия qf10 белка имитация то есть это тоже синтетика эта кисть честно вам скажу она моя любимая сейчас ее достану и расскажу вам почему ну во первых потому что с точки зрения эстетики она идет в комплекте с чудесным чехольчиком в котором ее можно потом хранить во вторых также точки зрения эстетики она просто прекрасна у нее лакированная ручка которая очень удобна она не маленькая и небольшая у нее эргономичная форма ее очень удобно держать в руке у нее здесь идет французское крепление рублевый называется пленочная обойма у нее невероятно острый кончик смотрите при этом так как это специально подготовленная синтетика имитации белки и это фирма рублев который отличается в принципе качеством своих товаров эта кисть она практически универсальная то есть у меня были работы которые я в принципе рисовала только ей одной в этой коробочке мы также положили кисть номер два да вот эту вот синтетическую рублевскую на всякий случай потому что у нас ботаническая с вами иллюстрация сегодня и возможно какие-то ну совсем мелкие детали будет удобнее прорисовать ей если мы не работаем с очень мелкими деталями это кисть для иллюстрации и живописных работ акварелью среднего размера просто прекрасно я сегодня покажу как ей работать вы уверена тоже ее полюбите всем сердцем будете очень рады что она попала снова в коробочке так положу ее сюда красиво что у нас с вами дальше бумажные салфетки чтобы промакивать кисть и может быть очищать ваши руки какие-то вкусняшечки обязательно как же без них художник не может быть голодным дальше так как у нас повторюсь коробочка была посвящена природе у нас здесь с вами идет чудесный абсолютно набор замечательных стикеров которые также посвящены природе сейчас я достану несколько стикеров от дудована скетч вы можете приклеить их на свои скетчбуки на свои иллюстрации на свои блокноты ежедневники и эти стикеры все посвящены природе для себя для своих детей мы все сегодня поддерживаем в июньских коробочках природу и защиту экологии поэтому любите клейте и не забывайте о том что мы все живем на одной планете и мы все должны относиться к ней с должным уважением идем с вами дальше что у нас здесь здесь у нас очень-очень много акварели это акварель белой ночи здесь только натуральные пигменты здесь идет не идет синтетики потому что производство синтетических пигментов очень сильно загрязняет окружающую среду конечно мы прекрасно понимаем что любое производство загрязняет окружающую среду и синтетические пигменты и натуральные да конечно бесспорно мы в этих коробочках старались исключительно минимизировать вредное воздействие и помочь природе и помочь растить осознанность каждому из нас настолько насколько это возможно какие у нас здесь с вами есть цвета цветов очень много из них можно собрать совершенно прекрасную палитру и нарисовать абсолютно любую иллюстрацию и так какие у нас с вами в распоряжении сегодня цвета в этой коробочке ярко-голубая умбра жженая венецианская красная бордо оливковая шахнозальская красная бирюзовая золотистая кадми желтый средний это то что у нас к ветках здесь у нас в клубах зеленая тициановая это по-моему сепия да это сепия ауреолин и майская зеленая это две новинки от белых ночей есть прекрасная возможность их попробовать кадми лимонные и сажа газовая смотрите у нас есть холодные красные и теплые красные холодные и теплые желтые оттенки есть синие и зеленые давайте сейчас их разложу смотрите вот у нас есть коричневые это сепия и умбра жженая сепия похолоднее умбра чуть потеплее у нас есть три зеленых цвета это зеленая майская зеленая и оливковая это отличные оттенки для того чтобы рисовать любую зелень чтобы придать некой холодности в тенях мы с вами будем использовать ярко-голубую или бирюзовую будем их подмешивать в зеленый также использовать их отдельно вот это два наших синих цветов они очень яркие сочные для летних иллюстрации вообще просто прекрасные у нас с вами есть теплые и холодные красные бордо это такой холодный здесь будет венецианская красная шахназарской потеплее ци тициановая поле оранжевая сажи газовая на всякий случай для каких-то акцентов конечно профессиональные акварелисты советуют не использовать черную акварель своих работах потому что на самом деле в природе считается что нету чисто черного цвета чисто черный цвет может быть только у предметов которые созданы человеком в природе чистый черный цвет встречается крайне крайне редко практически никогда поэтому то что считается черным в иллюстрациях природного формата природной направленности это обязательно какая-то смесь это будет смесь коричнево зеленых синих это будет обязательно смесь нескольких цветов но не чисто черный здесь он нас сами лежит если мы решим воспользоваться им в акварельной иллюстрации например где-то на пленере не в ответственных серьезных акварельных работах он он здесь может нам пригодится и желтые у нас есть два холодно-желтых кадмий лимонный и ауриолин и есть теплый желтый кадмий средний и очень очень теплый золотистый цвет который так и называется золотистая отличная палитра что мы с вами будем рисовать сегодня я предлагаю с этой палитры мы не будем использовать все цвета их очень много мы с вами остановимся на рисовании вот у нас даже есть такой стикер на рисование вот такого вот листочка экзотического дерева это будет акварельная иллюстрация ботаническая в свободном немножко абстрактном стиле давайте приступать к уроку референс конечно же не в этом видео будет приложен в большом виде к вашим урокам урок будет доступен всем у кого есть вот такая июньская коробочка и также всем кто оформит или уже оформил подписку на наши видео уроки на doodomaskets.com подписка стоит 390 рублей вам будет доступны все 260 с лишним уроков которые есть на нашей платформе на 30 дней включая этот урок поэтому обязательно оформляйте подписку будем ждать вас числе наших студентов а мы пока будем потихоньку приступать к уроку если у вас нет зеленого то вы всегда можете замешать огромное количество его оттенков имея теплый желтый холодный желтый и даже в нашем случае два по большому счету холодных синих оттенков цвет индиго как его замешать цвет падает в основном вот такой буквы в на этот лист потому что лист имеют вот такую форму немножко выгибается в ту сторону так вовнутрь и загибается чуть-чуть здесь внутри поэтому здесь также будет теневая часть не точите свой карандаш до острого кончика острый кончик может начать царапать хлопковую бумагу и начать ее повреждать светлую более часть листа здесь поэтому а а Продолжение следует... Продолжение следует...